Дорогие друзья, здравствуйте! Вы смотрите очень полезный выпуск программы «Как это делается». Сегодня в выпуске расскажем вам, чем заняться дома, особенно если у вас очень хорошо заточены руки. Сегодня в программе «Как это делается» Ольга Копланская. Привет! Ольга Копланская. Рукодельница. Умеет превращать фетр, плюш, хлопок и другие ткани в мягкие и уютные игрушки для детей. Оля, я знаю о тебе лишь одно, что ты видеооператор. Да. Но то, что ты принесла и показала и рассказала, для меня это вау. Вот честное слово. Спасибо. Честное слово. Значит, как все, что ты принесла, все твои поделки, можно назвать? Игрушки для развития ребенка. Развивающие игрушки для малышей. Вот. От полутора до... До... Девяносто девяти. До девяносто девяти. Потому что я, конечно, давно уже вышла из этого возраста, но тем не менее, мне все интересно. Вот, например, такая вот штука. Интересно. Это что? Это игрушка на объектив. Вот, например, собираемся на фотосессию малыша. Так. Ну, от годика, наверное, чтобы уже мог сконцентрироваться. Одеваем на объектив. Такую штуку. Ага. Малыш смотрит... Привлекаем внимание. Да, привлекаем внимание. Малыш смотрит на озорные глазки, на колокольчики, на звоночки. И, соответственно, получаем шикарные фотографии. То есть... Это здорово. Слушайте, это не только детям, но и взрослым пригодится. Это молодым мамам. Да, действительно. Здорово. Так, у меня, конечно, глаза разбегаются. Вот это то, что мы привыкли, погремушки. Да, это погремушки. Просто погремушки мягкие, хлопковые, плюшевые. Друзья, я хочу подчеркнуть, что все, что вы сегодня увидите в программе, Ольга делает своими руками. Да. Это просто обалдеть. Более большие какие-то моменты, вот кубики, давай про них расскажем. Что это такое? Ну, это новогодняя такая тематика. Это кубик. Развивающий кубик. Но мы все знаем, что малыши любят играть с кубиками. Разглядывать, трогать. Да. Это кубик, только увеличенная его версия. Но он может занять малыша на очень... Надолго, я смотрю. Да. То есть здесь все отклеивается на магнитиках, на липучечках. Каждая сторона, она имеет свою историю. Можно придумать кучу игр. Вот там здесь шнуровочка. Там вот здесь на липучках. Тут снеговичок с Дедом Морозом. Можно прятать в кармашек. Так. Я хочу сказать, что, опять же, подчеркивая тему детей, вот я взрослый человек, я бы даже не отказалась от такой вот занятной игрушки. Бусинки на пуговках все это отстегиваются. Давай оденем снеговичка, разденем снеговичка. Да, оденем, разденем снеговичка. Ну, это что касаемо... Здесь вот можно посмотреть под каждым шариком живет свой герой. Ой, здорово вообще. Слушай, но сколько уходит времени вот, например, на такую поделку масштабную? Ну, где-то недели две. Вау. Да. Ну, это так, в таком плавном режиме. Так, это вот что? Я думала, что это подушки, а я так понимаю, что это вовсе не подушка. Развивающая книжка. Книжка. Мягкие книжки, чтобы ребенок не поранился, ее можно гнуть, ломать в разные стороны. И, опять же, она имеет свою историю, свою развивающую историю для малыша. Здесь у нас времена года. Что у нас здесь есть? Весна, лето, осень, зима. На каждой страничке свой герой. Здесь у нас кораблик, подснежник, все листики вот эти вот отстегиваются, можно подергать за бусинки, кораблик тоже можно отстегнуть. Летом у нас бабочка, она на магнитике. Здесь клубничка, яблочки на деревьях отстегиваются, листики отстегиваются. Яблочки. Потом у нас переходит на осень, на ежика. Ежик собирает яблочки. Ну, я не могу. Слушайте, степень мимимишности сегодняшнего выпуска зашкаливает, честное слово. Это здорово. Маленькие прищепки, рукавички. Маленькие прищепки, рукавички, которые можно менять снеговичку. Вот, пусть сегодня он будет в красненьких, зелененьких мы. Здесь в сугробе спит медведь. Ах, верните меня в детство, пожалуйста. Здорово, времена года. Фрукты, овощи. Это кулинарная у нас получается книга. Это нет, у нас сад-огород, и потом уже кулинарная. Сначала мы идем в сад. Так. Здесь у нас растут яблоки на липучках. Угу. Вишня на резиночке, вишенки. Сливы на магнитиках, сами приклеиваются. Груши тоже на липучках. На огороде у нас растет морковка, баклажанчик, перчики, кабачок, помидорка, репка. Оля, я смотрю, что здесь все абсолютно, конечно же, из разных материалов. То есть, да, это ж надо пойти закупить, подобрать, прикинуть, что к чему. Из какого материала будут там фрукты, овощи. Соответственно, ну, я не знаю, этому где-то учат или... Ну, это фантазия в основном. Обалдеть, обалдеть. Основные материалы – это ткань и фетр. Угу. Что такое фетр? Фетр. Это такой материал, это фетр. Вот, вот он есть, такой вот он мягкий. Фетр бывает вообще разных видов. Бывает толстый, тонкий, мягкий, жесткий. Для разных целей. Я использую все. Да, я вижу. Все виды фетра, да. Так, вот мы пошли в огород. Собрали. Пошли в огород, собрали. Здесь у нас клубничка. Потом переходим на следующую страничку и начинаем готовить. Что, из чего мы можем сварить суп? Давайте мы сварим борщ. Свеколка. Борщ – это серьезно. Капустка. Чесночок. О, Господи, все есть. Картошка, морковка, помидорка. Ну, как раз изучаем, из чего состоит суп. Борщ. Интересно, следующая страница будет «Приготовили борщ, зовем гостей». Так, вот у нас кастрюля. Складываем, да, складываем все это в кастрюльку. Боже мой, вообще. Складываем все это, варится. У нас огонь уже горит, кстати. Да, кстати, да, огонь горит. Вон там еще пузырьки, вот они уже закипели. Вот соль посолили. Ой, я не могу. На магнитике она приклеилась обратно. Вот, борщ сварили. Ну, борщ, надо же десерт какой-то. Компот. Варенье. Варенье. Так. Будет ассорти у нас. Так, груша. Груша, яблоко, слива. И клубничка. А правильно я понимаю, что, как сказать, чтобы все совпало. Лепесток, если в одну сторону, значит, это вот получается какой? Вот, например, если я, можно я воспользуюсь? Конечно, нужно. Вот он, хоп, попало, получается. Потому что, если мы берем другую грушу, она как бы в другую сторону лепесток повернут. Это, я говорю, это очень занимательно и для взрослых, друзья мои. Так, здесь понятно. И все, потом, следующая страничка. Учим цвета. Ага. Нам нужно собрать красные овощи, фрукты в красную корзину, зеленые в зеленые, ну и так далее. Ну, например, возьмем клубничку, яблочко. Это у нас красные. Угу. В красные. В зеленые. В зеленые. И кабачок где-то у нас тут был. А, вот давайте капусту. Так. Это у нас зеленые. Это у нас зеленые. Ну, давайте белые. Что у нас белые? Чеснок. Или кто? Лучок, чесночок. Лучок, чесночок. Ну, свеколка у нас выскакивает. Так, ну, а свеколка как раз туда в бордовенький. Бордо. Фиолетовая. Что у нас фиолетовая? Я уже сама забыла. Ты сейчас так спрашиваешь. Так, фиолетовая. Что у нас фиолетовая? Я себя сейчас чувствую лет на пять с половиной. На четыре. Где-то вот в три-четыре годика начинаем учить цвета. Вот. Фиолетовая сложили. Ну, в принципе, так вот все фрукты, овощи мы можем разложить по цветам. То есть мы можем занять ребенка этой книжкой, ну, где-то на час, наверное, точно. Ну, или периодически к ней возвращаться обязательно. Это здорово. Это занимательно. Просто обалденно. Вообще здесь, конечно, я вижу, Оля принесла нам многое-множество поделок. Возникает вопрос. Сегодня в этом выпуске программы «Как это делается?» Что же, чему же ты меня научишь? Да. Мы обязательно с тобой должны что-то сделать. Так. Без этого никак. Мы сделаем такой вот брелочек. Авокадик. Дорогие друзья, со мной сегодня это будет впервые. Делаем сегодня авокадик. Честно признаться, я уже волнуюсь, потому что, наверное, есть небольшая разница между мной и тобой. Ты делаешь все это своими руками. Я не могу вспомнить, когда у меня в последний раз что-нибудь там рвалось, может быть, пуговица отлетала, чтобы держать иголку с ниткой в руках. Сейчас будем вспоминать. У меня такое ощущение, что я сейчас буду задавать экзамен. Я вот отвлеклась вот на такие вот кармашки симпатичные. Это у нас для садика, для дома или туда и туда можно? И туда и туда. Вообще вот эти вот, именно вот эти, они сделаны для садика. Кармашки, органайзеры для садика в шкафчик. Чтобы малыш пришел, у него органайзер висит в шкафчике, он положил свои вещи, там, игрушки или что-нибудь. Вот уже что-то тут лежит. О, где дети, где чей ребенок? Где ребенок. Вот, что-то здесь, что-то помельче. Можно там сандалики или чешки. Ты знаешь, а я бы наоборот, это бы как бы, это все мне, мне, например, для такой вот, для косметички. Да. Там что-нибудь, расчески еще что-то, как я, да? Тоже нашла. Для мочалок, ванну можно. Ну, тогда нужно не хбшечку, а что-нибудь, другой материал, который не промокает. Ну, что? Ну что, приступаем. Я волнуюсь. Да, вот у нас есть заготовки. Спасибо тебе большое, что заранее как бы позаботилась. Да, заранее я сделала все. Так, вот еще вот эти вот штучки, на которых у нас будет это крепиться. Ну, просто вот. Надо придумать, кому я это подарю. Кто любит авокадо? Вы? Вы? Ладно. Так. Все, всем по авокадо. Что нам нужно вообще для изготовления вот такого брелочка? Что вот нам нужно? Не очень много, но и не очень мало. Нам нужен фетр разных цветов. То есть мы подбираем по цвету, какой нам нужен. В данном случае это зеленый, желтый, коричневый, белый и черный для глазок. Нам нужен синтепон, ножницы, нитки, иголки. И хорошее настроение, самое главное. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Конечно, есть у меня тут, Оля, небольшой брак. Брачок. Не знаю, заметишь ты его или нет. Первый раз все, простите. Первый раз авокадо комом. Ну, практически, практически мы близимся к завершению нашего замечательного изделия, замечательного фрукта. Да, это овощи. Авокадо овощи? Наверное. Вырежем. Та-дам! Та-дам! Вообще классно. Только, да, мы потом приделаем, значит, вот этот бублик, так скажем. Ну, смотрите, какие-то вот у нас получилось, кто? Папа и мама. Тот, кто побольше, это, конечно же, папа. Тот, кто поменьше, мама. Ну, так по природе. Ну, здорово. Слушай, вообще обалденно. И на ощупь это очень мягенько. Мягко. Можно пищалочку туда внутрь вставить или гремелочку. Ну, для разных целей. Что тут говорить? Ну, что тут говорить? Или просто брелочек. Ну, а папам просто спрятать банковскую карту. Да. Можно кармашек сшить. Да. Вообще просто здорово. Оля, огромное тебе спасибо за то, что ты умеешь это делать. Это здорово. Действительно, мне как-то сразу захотелось, я не знаю, какого-нибудь ребеночка сейчас поддержать и поиграть. Это интересно не только детям, я считаю, но и, конечно же, расслабляет родителей. Вот. Я просто уверена. Спасибо тебе большое за небольшое путешествие в маленькую страну. И, дорогие друзья, очень даже рекомендую. Вам понравится. Сегодня в программе «Как это делается» благодаря Ольге Копланской научилась делать вот такие вот поделки. Пока. До встречи. Субтитры сделал DimaTorzok